Есть некоторые христианские лидеры, которые учат, что еврейский народ в целом, как нация, навсегда проклят, потому что они предали Иисуса на распятие. И они говорят, что об этом сказано в Новом Завете. И есть иудейские лидеры, которые говорят, что даже намеки на подобное — это антисемитизм. И если об этом говорит Новый Завет, тогда сам Новый Завет антисемитский. На самом деле, обе стороны здесь неправы. Вот о чем говорит Новый Завет. Пилат обращается к толпе иудеев, подстрекаемых некоторыми иудейскими лидерами. Помните, массы народа уважали Иисуса и считали, что Он, возможно, великий пророк, или что Он сам может быть Мессией. И религиозные лидеры беспокоились, что если они отвергнут Его или предадут смерть, и из-за этого поднимется восстание. Это было напряженное время. Но лидеры, некоторые лидеры, упорно противостояли Иисусу. Первые священники и другие неуклонно противились Ему. Поэтому Пилат сказал, «Хорошо, я могу освободить одного заключенного на Песах. Мне освободить Воравву или Иисуса?» И они ответили Воравву. И он сказал, «Хорошо, как насчет Иисуса? Что мне с Ним делать?» И они сказали, «Распни Его». Вот здесь этот крик, вот этот стих, Матфея, глава 27, стих 25. «И отвечая, весь народ сказал, «Кровь Его на нас и на детях наших». Кровь Его на нас и на детях наших». Итак, во-первых, сцена очень правдоподобна. И историки, библейские историки говорят, знаете, язык типичный. «Кровь Его на нас и на детях наших» — это библейский, еврейский способ сказать, «Мы несем ответственность». Что бы ни случилось, пусть это придет на нас и на наших детей. И сама сцена очень правдоподобна с исторической точки зрения. Но, пожалуйста, поймите, это говорит не весь народ. Это говорит не весь еврейский народ. Это толпа, подстрекаемая религиозными лидерами. И они говорят, «Мы берем ответственность, пусть наказание придет на нас и на наших детей, мы понесем его». Это не говорит о том, что нация, как одно целое, сказала, «Мы навсегда прокляты, мы и наши дети на все поколения». Нет, в худшем случае, в худшем случае, то, что было сказано, буквально произошло, когда наказание пришло на это поколение и на следующее поколение, на нас и на наших детей, когда Иерусалим был разрушен. Но это не говорит о том, что остается проклятие на все времена, на всем народе. Нет. Я имею в виду, что Павел говорит о том, что есть остаток по благодати в каждом поколении. Евреи, которые верят в Иисуса, и что ожесточение было только отчасти, что Божьи дары и призвания для евреев как народа, даже неверующих, они не приложены, потому что они основаны на Божьей любви, а не на их добродетели. Потому нет, нет и нет, не существует вечного проклятия на всем еврейском народе за распятие Иисуса. И Иисус умер за эти грехи так же. И когда Он сказал, Отец, прости им, вы, они не знают, что делают, это включало в себя и еврейский народ. И, по сути, когда Петр проповедует в книге Деяний, Он не говорит, для вас все навсегда закончено. Он говорит, послушайте, вы поступили невежественно, не поверив. Итак, покайтесь, потому что Бог хочет помиловать вас. Мне нравится обращать эти слова в молитву и говорить, «Боже, пусть кровь Иисуса будет на еврейском народе, пусть кровь Мессии очистит мой народ от всякого греха». «Бежать instructional народа» Продолжение следует...